Неформальная встреча с министром Дмитрием Попов на диване, будущие медики в зале. На экране самые популярные вопросы студентов к системе здравоохранения. Начатка специалитета поступить в ординатуру. Мы же сегодня говорим про целевое обучение на специалитете. Здесь вопрос, да, возможно. Есть мысли сейчас о том, что в ординатуру хочу пойти на онколога. Это мечта детства. Я еще до первого класса решила, что я хочу создать свою жизнь с медициной. И сейчас мне все очень нравится. Вопросы не кажутся никому глупыми. В зале целевики, уже прикрепленные к какому-то медучреждению края или те, кого Минздрав еще не распределял. Идти в ординатуру или сразу трудоустраиваться – один из больных вопросов студентов. После специалитета процент трудоустройства чуть более 50-54%. Ну, необходимо сказать, ну, очень большое – 200 человек. Вот в этом году 183 человека пошли в ординатуру, закончив специалитет. Трудоустройство после ординатуры – 93% по итогу 2022 года. На встрече присутствовала и еще одна сторона целевых отношений – главврачи медицинских учреждений. Как на ярмарке вакансий, они могли тут же познакомиться. На сегодняшний день в Алтайском крае не хватает 200 специалистов. Нужны 157 врачей разных профилей и 82 педиатра. Большая часть вакансий касается больниц в районах края – 99 вакансий. Есть вакансии такие, как психиатр, такие, как стоматолог, такие, как окулист. Значит, эти потребности, они, как бы, сейчас актуальны, да, для больницы. И также у нас два педиатра вакантной должности. Также студентам еще раз проговорили условия целевого договора и меры поддержки молодых специалистов. В следующем году Алтайский медвуз закончит 200 студентов. Дмитрий Дороздов, Юлия Щепина, Александр Антропов. День с толком.